Всем доброго времени, все-таки уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня мы вместе с вами, ребятки, поиграем в MMORPG в Майнкрафте Винкрафт, и сегодня мы с Зенбергом, Зенгер, привет. Всем привет. Будем, ну мы сегодня вдвоем, потому что ночь, как бы наши ребята спят, но мы хотим качаться немного, да, будем проходить дальше квест, мы остановились на квесте про цветы, у челика взяли его, поехали, Зенберг, вы его выполняете, думаю, да? Поехали. Поехали, у нас 14 уровень уже, мы потихонечку качаемся, не спеша так, не спешно, Зенберг там уже улетел на свою лошадь, куда-то, а Зенберг, ну, стой. Вот, что нам нужно сделать, Зенберг, поехали. Нам нужно ехать за цветочками. Поехали за цветочками. 400 блоков, поехали. Поехали, поехали, братан. 400 блоков, то, в принципе, не так далеко. Замбайзи заспаунили 10 уровня. Слабые, поехали. Кстати, знаешь, мы с тобой говорили про ад, про пвп в аду, ну, вот, это ад, тут можно будет зайти в портал, и там будет пвп свободное. А, понял. Ну, я говорю, мне не нравится, что здесь больше как-то сделано, типа, больше пве зон и так далее, сделали бы, разделили локации на два, типа, пве и пвп, типа, можно и так, и так развиваться. Было бы прикольнее, мне кажется, что были бы локации, в которых нельзя ничего выполнить или сделать, если ты, это, не готовы драться. Я обманул, нам еще 700 блоков. 700 блоков, ну, это нормально, если что, мы просто можем сделать волшебное перемещение, ребята, вот так вот. Раз, два, три. Пау! И вот мы уже около этого дома, минус 700 координатов, которые мы проехали. Так, ну что ж, у нас в следующий NPC, дверь закроем, зубы сюда не войдут. Они меня телепортируют к себе, лол. Все нормально, это скил такой. Так, ладно, базарив с NPC-шником, ах уж, девять диалогов, давайте же прочитаем, что ж он там нам сказал. Привет, я никогда не видел гостей здесь, значит, тебя прислал ко мне лакрона. Так, азалия цветок, верно? Нет, аэролия. Да, ты можешь найти их за... За брошь, за рошьей большой пещерей снаружи долины, это со стороны большой скалы. Ты должен быть проходил мимо нее, пока шел сюда. Будь осторожен, это место полно нераскрытых загадок. К примеру, в этой пещере все кажется замедленным. Это реально выглядит странно. Почти как и если бы само время ползло медленно, но это невозможно, верно? Не существует такой сильной магии. Ой, извини, мне нужно перестать болтать не по делу. Ах, ты должен принести эти цветы. Ну что, поехали, братан, с цветами? Поехали. Супер заметил про пещеру. Тут немного Костина встречает. Так, пойдем. Боже, а почему он сразу же сел, начинает? Ладно, окей. Не знаю, я просто три раза пытался сделать закидание, а почему-то он два раза нажимал. А такое вообще часто бывает, мне это бесит прям, когда типа два раза нажимают, то что я нажал один раз. Страх. Где пещера? Я полагаю, вот эта пещера. Поехали, поехали, где там она, да-да? Вот это да. Хотя не похоже на пещеру. Все замедлено, нам сказали, что-то здесь не очень замедлено, но все. Входи сюда. Сюда, поехали. А, надо спешиться? Нет, не сюда. Не сюда? Куда? Не надо посмотреть. Давай, глянь. Ну что ж, ребят, Земберг умирал, мы потом снова встретились, и уже прошло минут где-то 10, нормально, все, мы Зембергер здесь снова. Такого нужно убивать, или нужно просто цветы искать? Нужно цветы искать. Почему вы нам не говорили, что здесь время замедлено, но действует, вроде точно так же. Мне кажется, нас обманули, братан. Нас обманули, да. И где-то я сейчас еще должен спавнится цветочкой. Как с этим страстником, поскольку я помню. Так, окей, я не вижу никаких цветочков, ты что-нибудь видишь? А вот эти сверху грибы, они не наши клиенты? Да вроде нет, сейчас проверим. Стран, скил не срабатывал, он сработал, странная фигня. Здесь какая-то тыква внутри дерева, хоза, я не вижу никаких цветочков, братан. Смотрим, что они здесь должны спавниться. Мм? Более-ммее... Вот, спавнились. Спавнились где? Вот здесь валяются. А их нужно собрать? Да, 4 штучка. А у меня 7. Отлично, пошли. Все, поехали отсюда. Сейчас вызову лошадь свою. Сразу же куда-то исчезает, вон, что такое. Что-то лошадь, вызывайся, все, вызвалось, я еду за тобой, братан. Так. Опытом у нас стреляют. Хватай опыт, братан. Налицо лови опыт. Так, мы сейчас едем к этому домику, я пойду, возвращать череку церкви. Оставшись, ты можно будет дропнуть из инвентаря, у меня тут еще какой-то дерьмовый инвентаря, но буду еще почистить инвентарь. Наверное, закинуть в банк всякие квестовые вещи, которые мне пока не понадобятся, может, я с ними все езжу и езжу. А инвентарь все уменьшается и уменьшается из этого. Я тут не могу подбирать. Кстати, я тут по пути выбил у юника штаны. У меня, конечно, штаны какие-то дерьмовые, но там рарные, короче. Все, отлично, заходим здесь внутрь. Говорим слово с челиком. Он нам говорит, ага, ты вернулся, дай мне эти цветы, я обработаю их для тебя. Ох, я сделаю новое открытие, пока тебя не было. Время действительно идет медленнее. Я не знаю как, но думаю, это возможно. Может, мы сможем жить дольше, если останемся тут. Держи, чищены, а не... Айролиас, иди уже, а то я расскажу тебе еще одну из моих лекций. Ну все, так понимаю, нам нужно идти дальше. О, вернее, возвращаться. Да, все 900 блоков. Что, мы его убили? Все 900 блоков, но опять же, для вас они пройдут за пару секунд, за пару мгновений, ребятки. Вот так вот. Ну что, мы въезжаем в город, да, ребята? Доехали, для вас это было всего лишь одно мгновение для нас, целую минуту. Нормально, нормально. Так, приезжаем к этому NPC снова и начинаем с ним разговаривать. Все, квест завершен. Айролиабутс нам дали такие. О, прикольно, они так светятся. Их надо еще разиндифицировать, да? Вот, что нам чувак-то сказал-то в итоге? Он говорит такой, ты вернулся вместе с цветами, как я вижу. Огромное спасибо, сейчас я принесу тебе награду. Держи, эти ботинки тебе помогут. Все. Вот такой вот у нас с вами квест. Зенберг даже апнул 15 уровень здесь. Ну, я пока его ждал на кладбище, апнул 15, поэтому у меня уже почти 16 левел, да? Так, что, Зенберг, что будем дальше делать? Следующее задание? Можно. Следующее задание на 14 левеле, difficulty medium, creeper infer... Оно в первом городе, справа первого города. Influtration. Что, поедем туда? У нас есть телепорты. Можем, в принципе, выполнить 15-е, он тут The Relic Shirens. Что думаешь? Какое? Не вижу. 15-е, The Relic Shirens, шрайнс, да. Оно в 600 блоках. Типа куда лучше туда, или туда? Ну, наверное, по порядку лучше. Ну, давай, 14-е выполним, да? То есть, как бы, первый год, то есть, телепорт, юзаем в свиток телепорта, да? Да. Окей, давай. Просто выкинуть его? Нет, завязай правый клип. А, я просто выкинул его. Правый клип завязал, и все, мы здесь появились. Окей, вызываю своего верного слукуна, поехали. Поехали, Зенберг. Что, близко нам до этого челника? Да, близко. Близко? Окей, окей, поехали. Че делать в этом классе, а, такой, знаешь? Ой, нам сейчас надо будет претвориться крипером, надеть маску криперов, выйти в пещеру криперов и поговорить там с Челиком, насколько я помню. Тоже крипером? Да. А нет, Челик не крипер. Мы будем, да, в маске криперов, сундучки. Сундучки, давай, я запасу, что там внутри. Просто 4 эмиральда, шлак. Не повезло, знаешь, не повезло. Диктейков, можем не убивать, можем просто проехать на наших скакунах. Хотя, мне кажется, если бы мы фармили всех молов на пути, у нас было бы больше опыта. Ну, само собой. Но мы с тобой слишком ленивые для этого, да. Слишком жесткие. Слишком жесткие. О, смотри, что. Тебя сейчас убьют, нет, они на меня завернут. А ты едь, едь, нет, без вопроса, меня не убьют. Я сам кого хочешь убью. Нет, они вообще не добавят, серьезно. Ой, я могу отпрыгнуть от них. И расстрельник своего супермощного арбалета, которого 130 урона. Ну, для нашего уровня он супермощный. Так, все, мы приехали в какую-то скрытую деревню Листа, походу. Сейчас станем настоящими шиноби, потом станем Хакаги. Это очевидно. Так, я прыгнул куда дальше? К этому чуваку? Да, к Томасу. Так, давай к Томасу, обозаримся с ним. Чего же ты нам дашь? Так, 7 диалогов, Томас нам сказал. Давайте же посмотрим, что за здание он дает, да? Крипер и Фильтришн. Ох, наконец-то кто-то пришел в эту тайную деревню. Меня зовут Томас и я помогаю снабжать запасами эту деревню. Хотя есть одна проблема. У нас заканчиваются запасы зерна, которые являются нашим основным источником пищи. Обычно мы добывали его сами, но недавно группа злых пигменов закрыла проход на вершину оврага, где растут эти зерна. Последний раз мы туда-там были, последний раз, когда мы там были, я слышал какой-то взрыв сверху. Боюсь, что пигмены решили взорвать наши запасы с помощью динамита. Ты выглядишь посильнее меня, так что сможешь пройти по туннелю и устранить причину взрывов. Все, понятно. Просто держись правой стены оврага и затем поднимись по ступенькам ко входу. И помни, будь осторожен, в туннеле пигмена любят использовать камни как оружие. Окей, я понял. Поехали сейчас с пигмена, да? По туннеле пигмена. Что, перепрыгиваешь через воду? Ну да. Я, конечно, тут добыл прыжки делаю. Погоди меня. Так, лошадь заспаунилась. Поехали. Поехали к туннеле пигмена. Сейчас мы их там разнесем. То есть сейчас мы должны будем их просто убивать. Не одевать маску. Сейчас, да. Мы должны будем добыть ресурсы, чтобы одевать маску. Понял. Годнее купить. Тут они пигмена, да? Где у них пещера-то здесь? Черт там пигмена. Ну вот здесь какая-то пещера была, мы проехали, не? Не-не, все нормально. Окей. А чё за конграджилейшн? А, чувака обнув сотовый уровень? Это челик обнув сотовый уровень. Чё, каждый раз, когда куда-то поедет в сотовый уровень, такая надпись сейчас? У нас с Казмодом есть план, типа, в четырём одновременно обнути. А где-то в сто человек одновременно обнути? Ну, будет жестко. Готовь, вообще будет каст-сцена. Каст-сцена? Что-то у меня нет, не будет каст-сцена. О. Мы стоим с тобой и не двигаемся на одном месте. Я ничего не вижу из-за тебя, так, он взорвал нас, и мы улетаем. Нам повезло, да? Тебе тоже зафармить на туку штуку. На туку штуку? Скобочка, как я зафармил твою. Зачем? У меня массовая атака, я не мог ничего сделать. Ты мог не фармить, пока я не убью. Ну, тебе не кажется, что это было бы логично? Типа, не фармить всю эту штуку, пока я ее не убью. Так, я выкидываю всякий хлам, пока я заинтеряк. Суга, она там, рестница. Он не скорая рестница, можно поставить паузу. Окей. Ну что, она заспавнилась, я ее забрал. Погнали, Зимберг. Тебе нам куда нужна обратно к этим челникам? Нам поговорить с Томасом вот этим. Томас, да, его базарим. О, сколько диалогов сейчас придется прочитать, ребятки. Ну что ж, погнали. Так, не ожидал, что ты свалишься вот так с неба. Ты в порядке, или мне сходить к продавцу зелень за помощью? Все хорошо, их рад это слышать. Разузнал что-нибудь о пигменах и их взрывах. Зеленые создания. Такие создания существовали в нашем мире, особенно рядом с пигменами. Ох, ты принес свой кусок кожи. Как странно. Я уже ее видел. Есть большая печера на юге отсюда. Я пытаюсь войти туда, но на меня нападает зеленое создание из-за осады. Я думал, все это неправда, но эти криперы, о которых ты говоришь, они могут жить в этой пещере. У меня идея. Нужно точно узнать, что они живут там. Торговец может сделать тебе маску из этой кожи и другого материала. Существует моб Пигмен Оверлорд, который ошивается в пещере неподалеку. Если сможешь убить его, то получишь у него шкуру, достаточную для изготовления маски. Если пойдешь по одному пути мимо входа в туннель, то увидишь лагерь, где он обычно обитает. Добудь его шкуру и возвращайтесь сюда. Я скажу, что делать дальше. Окей. Так, погнали. Так. Окей, поехали. Какой-то достаточно большой квест там попался. Интересно, интересно, интересно. Делать маску. Делать маску криперов, потом в пещере криперов ходить. Будет интересно. Поехали. Сейчас мы будем свой босса убивать, да? Мы, ну, мини-босс. Мини-босс, да. Сильного моба. Сильного моба. Моба капитана. Чё-то не туда еду. Пещера, знаешь, что как раз мы туда-сюда ездили и это? Я не помню. Нет, не здесь, не здесь, не здесь. Окей. Возвращаемся. Возвращаемся, едем по верху. Здесь? Нет, да, вот здесь, в этой палатке. Вот здесь. Ну, только где он? Вот он запомнился. Только надо ничего всех забрать, а то мне больно. Добивай. Ой-ой-ой, как больно. А я тебе помогаю, как могу, братан. Если способности нормально срабатывать, я тебе еще лучше помогал. Я об оверлорда продамаживаю, добивай его, добивай. Просто я ему уже много урона донес. Ты на него ударил хоть раз? Все, я да. Ты получил кожу или только мне даваешь? Я получил кожу, пигман хайд. Да, пусть я сейчас. Можешь уреснуться. Уходим? Лучше уйти. Моментально, реснуться, кстати. Поехали. Я вижу тебя, поехали, поехали. Веди нас отсюда. Все, мы увидели пигмана оверлорда, забрали его кожу, все, изи. Так, это туннель в город 70 уровня. 70? 70. Нормально, но мы как-нибудь туда съездим на 70 уровня. Мы не туда пошли, потому что я глупенький. А, это нормально. Земберкей не сомневался в твоих хромосомах. Поехали. Речь была не о хромосомах, но ладно. Ну ладно. Хм, хм. Ха-ха-ха. Окей. Что мы вроде не тем путем приехали, а вот те, да, те же люди, тем выезжаем. Так, ты далеко вперед уехал, я тебе не такой быстрый. Ну, ЭХП у меня не фу, поэтому бегу к муку. А ты не можешь себя полечить? Ты жмак. Ну, лошади не могу. Все, садись обратно и поехали. Что вырежь, братан, едь. Беги. Телепортируйся. Все. Садись на своего осла быстрее, поехали. Езжай. Езжай, Зенберг, езжай, все. Хилимся, живем, хилимся, живем. Так, что, куда нам? Вот сюда. Дерево нескрытого листа, опять мы в Кануху приехали, ребят, проверяйте. Так, спрыгиваем здесь. Так, перепрыгиваем и снова к Томасу. Отдаем ему кожу, отдаем ему все остальное и он нам говорит, что вижу, что шкура у тебя. Эта кожа отлично подойдет для моего плана. Здесь есть торговец с масками в этой деревне. Он поможет сделать маску из этих двух материалов. С маской на лице ты сможешь незаметно попасть в пещеру к этим самым криперам и тогда мы узнаем всю правду. Чтобы попасть в пещеру, следуй по заданному пути и сверни налево у лагеря пигманов. И еще, если ты потеряешь маску, продавец сможет сделать тебе еще одну, если ты принесешь ему ингредиенты. Держи материалы и будь осторожен. Кто знает, что дизненые монстры могут сделать с тобой. Так, маску он нам не дал? Магридиен? Нет, иди сюда, вот магазин с крипером. Все, окей, погнали. Заходим, нажимаем на него, покупаем маску, купили, теперь одеваем ее, да? Все, отлично, поехали. Музычка другая заиграла, интересно. Обязательно скилл с луком в руках делать? Да, обязательно. да. Что-то такое, хоп, серепортировался так. А лошадь? Поехали. Так, ты помнишь, где эта пещера находится? Да. По тому же, почти только тот первый поворот налево. Первый поворот налево, окей, поехали. Я думал, оттарок, рядом с которым мы проезжали. Ты до права повернул, братан. Куда? Мы были налево, да? Да, ты доверил налево. Ты сам сказал, первый поворот налево, поворачиваешь направо. Ой, а куда-то упал. Поднимись. Туда не надо было? Не, не надо было. Ты что, туда поехал тогда? Я опять потирался. Я вижу тебя, видим. Куда? В дом, соседнее село. Поехали сюда. Среднее село, окей. В деревне 50-го уровня? Да. Поехали. Вот сюда вроде. Вот, костбук апдейтед. И что, держись прыгать? Дальше прокурить? Да. Окей. А крипера, что, они у нас не будут агглиться, да? Не, мы же в масочке. А, тебе если бы мы были, ну то есть они вообще нас забьют, да? Тебе нужно этого крипера перевести вниз, чтобы он открыл дверь. Окей, ты види тоже. Я только тебе приоткрою дверь. Он открывает всем. А, окей. Вот он взорвался. Вроде нужно, вот с этим модным человеком не говорить. Не говорить? Да, мы взяли одну пыль, ты взял эту пыль, и пошли обратно теперь. Тут есть выход. А, с ним точно не надо говорить? Точно. А, если потом мы с ним будем говорить? Ну, на 70-ом. Понял. Не ту сторону. Я просто одевал коня. Надевал коня. Все, погнали, погнали. Ну, этот класс немножечко затянулся, но такое сразу же видно, интересный класс. Я думал, что с головой крипера будет это покручить. Его мы должны будем по стелсу все равно от них проходить. Его мы в маске, но они могут нас там по запаху там вычурить, не знаю. Ну, это же криперы, они типа хитрые, должны быть. Видимо, они тупые и так взрываться умеют. Ну, правильно, если бы они были бы хитры, они были бы не согласны, что им нужно взрываться ради того, мы пожертвующимся. Так, ну шо, теперь давай к Томасу. И все, квест закончен. Квест закончен, ну-ка, давай-ка я пробую. Так, отлично, да, 1400 эксперт, что-то, что же он написал. Так, что же было в той пещере? Там реально были криперы. Что? Что это? Пахнет как порох, но более земляной. Это было в пещере. Это порох точно не из наших краев, он явно их, этих криперов. Я думаю, теперь мы оставим их с миром. Пускай они существуют, мы не будем охотиться на них до полного вымирания. Кроме того, раз они состоят из пороха, они могут с легкостью взорвать эту равнину на кусочки. Спасибо тебе за помощь, я думаю, ты заслуживаешь награду, учитывая, что ты раскрыл самую большую загадку о враге. Не стесняйся, приходи в нашу деревню когда угодно, тогда наши запасы еды будут в порядке. Так, ну что ж, вот такой вот квестик мы сегодня выполнили, здесь мы прям прокачались немножечко, так что, ребятки, с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр для такого вот интересной серии, насыщенная гла-крипера, можно, наверное, от нее избавиться, да? Да. Больше не нужна. Вот, мы с вами на этом прощаемся, спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вы хотите больше Винкрафта. Да, ну а там все, всем удачки и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok